я вас приветствую ребята сегодня мы будем готовить с вами два праздничных блюда таких мясных самых мясных наверно из всех роликов которых я делал как бы да все не будем готовить колбасу домашнюю украинскую а также рульку поехали а готовить два блюда мы будем в два этапа сегодня мы приготовим собственно самые блюда а завтра мы будем уже готовить на тандыре поэтому поехали так основные ингредиенты у нас сегодня на колбасу пойдут это два килограмма свинины где-то грамм 700 800 сала ну и собственно свиная рулька это такая тоже где-то килограмма наверно 22 с половиной вот но я тоже будем завтра запекать но сегодня мы ее просто замаринуем ну а первым делом нужно разобраться с салом сало как я уже говорил тут где-то грамм 700 800 нам нужно первую очередь снять шкурку нужно от нее избавиться процесс приготовления колбасы я вам скажу он такой достаточно длительный вот и в принципе принципе по хорошему нужно сначала сделать начинку для этой самой колбасы вот и поставить эту начинку холодильник где-то может быть на сутки я сделаю это немного по-другому я сделаю начинку и поставлю ее на часа два два с половиной почему потому что ну времени как говорится нету поэтому приходится таким вот образом поступать но колбаса перед тем как ее жарить она простоит сутки в холодильнике с рулькой вообще проще всего проще простого мы и будем просто мариновать ну а завтра уже как говорится будем ее запекать также как колбасу сало нарезаем тонкими такими вот квадратиками нужно как можно тоньше собственно как и мясо нарезать на такие вот сначала полосочки потом вот такими квадратиками для того чтобы мы могли пропихнуть это все свынячу кишку да кстати я сейчас компоненты все не показываю все будет игриться по порядку вот такие вот квадратики сюда управляем в мышечку и так проделаем все собственно со всем нашим салом салом резана почти уже на кусочек и оставил кусочек нам понадобится на завтра когда мы будем его собственно когда мы будем кого-то сжаривать так салом резана на кусок как я уже говорил я ставил где-то грамм 150 200 мы управляем в холодильник и оставляем до завтра а теперь займемся мясом у нас мясо сегодня свинина два килограмма как я уже говорил мы его делим пополам почему потому что одну половину один килограмм будем крутить на мясорубке а второй килограмм будем резать на куски на мелкие мелкие кусочки поехали конечно это будет тяжкая работа почему потому что тут мы видим жир проще десятому жирному тоже понадобится потому что колбаса домашняя она всегда жирненькая вот и тем более украинская на салом а сало оно как вы знаете топится имеет свойство топиться и поэтому вот делим на такие вот слайсы нужно так сказать да вот на такие маленькие кусочки потом будем делать из них тоже кубики так же как и сало и 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 так мясо то которое пойдет чистую колбасу она уже нарезана вот и и то что идет мясорубка тоже такими вот небольшими кусочками нарезал мы сейчас идем к мясорубке да А, один нюанс, короче, крутить я буду на крупной решетке. Но... Ну, таким вот образом. Все жилы, все пошло, как говорится, с тэшиком, да? Все, ну, идет сюда. Несколько хорошая мастер-рубка, она перемолит все. Вот так вот. Так, мясо у нас готово. А теперь нам нужно делать, собственно, начинку. Начинку мы делаем следующим образом. Ставим сюда наш агрегат. В первую очередь, пересыпаем все то, что мы нарезали. Нарезали мы сало и мясо. Насыпаем все сюда. Так. Ну, достаточно много получилось, как можно сказать. Достаточно многовато. Но... Будет много колосы. Вот так. Добавляем сюда пол столовой ложки горчицы. Где-то вот так. Добавляем сюда полторы столовые ложки соли. Вот так. Полторы столовые ложки. Столовую ложку сахара. Берем кориандр не молотый. Его где-то вот так вот. Пол столовой ложки. Уже чуть больше. Кориандр молотый. Пол столовой ложки. Нужно чуть-чуть. Вот так. Перед черный. Где-то... Ну... Я много бы не кидал бы, конечно. Но... Так. Четверть. Может чуть больше. Где-то так вот. Это перец у нас просто черный. Далее у нас идет перец духмяный. Ну, тоже немножко. Чуть-чуть. Много не нужно. Так. Где-то... Четверть тоже. Столовые ложки. Вот так. Хватит. И немножко паприки. Паприки копченой. Паприки копченой. Мы возьмем где-то... Ну, вот. Столько. Пусть тоже немножко. Немного не нужно, потому что... Колбаса притерная. Это нехорошо. Все. С этим закончено. Со специями. Специи у нас здесь все. Все. Этого достаточно. Теперь... Теперь... Чеснок. Чеснок. У меня тут целая голова. Поэтому мы сюда отправляем половину головы. Можно брать сушеный чеснок. Но я этого делать не буду, потому что сушеный... Ну, сушеный есть сушеный. Свежий есть свежий. Где-то половину головки чеснока. Вот так. О, супер. Еще парочку возьмем. Потому что остальной чеснок пойдет у нас на рульку. Рулька у нас еще не начата. Ну, мы сейчас запустим процесс. Это главный процесс, который перемешивает это все дело. Вот. И для этого нам еще понадобится чуть-чуть коньячку. Чуть-чуть. Трехзвездочный. Мы сюда добавим где-то грамм. Ну, может быть, 30-40. Можно добавить просто водки. Я добавил коньячку. Этого достаточно будет. Так. Следующий момент. А следующий момент такой. Нам нужно установить эту крышку сюда. Вот так. И надеть насадочку. Теперь все это закрываем. Включаем мешалку. И мешаем наш фарш. Еще у нас есть лед. Лед мы будем постепенно забрасывать сюда. Лед я все вчера сделал. И по несколько штучек будем забрасывать. Отлично. Либо можно использовать холодную воду. Нам нужен лед. Все. Через это все. Помешаем. До однородной массы, можно сказать. Да? Но это будет уже готовый фарш Который мы будем забрасывать в кробосу А вы тоже поняли, что что-то пошло не так? Напишите об этом в комментариях Фарш готов Теперь нам нужно его достать Все, теперь извлекаем его с насадки Вот так Накрываем это все пленкой Обычной пленкой Пищевой Вот так И отправляем в холодильник На часик-другой Ну я отправлю на час Пока сделаем рулечку А ну часик помаринуется А теперь займемся рулькой Нам нужно следующее Нам нужно дожать оставшийся чеснок Это для маринада Тут пол головки, как я уже говорил, осталось Вот сюда мы это все Вот так вот выжимаем Добавляем сюда пол столовой ложки соли Вот так Вот чуть-чуть больше Перец душистый Ну так По вкусу, как говорится Добавляем сюда перец черный Тоже по вкусу Добавляем сюда соевый соус Хорошенечко, кстати Хорошо добавляем соевого соуса Вот так И добавляем сюда Столовую ложку Липового Именно липового Не гречишного Никакого А именно липового меда Он уже тут засахарился И все это нужно хорошо размешать Все это нужно хорошенько Размешать До однородной массы Толусе размешал Как бы да Он уже готов Мы его оставляем Где-то на минут пять И теперь занимаемся рулькой Рулька тут где-то килограмма 2-2-100 где-то так Дело на ней Ну поскольку здесь вот мясо Делаем вот такие вот надрезы Такие где-то по сантиметру полтора Вот так Для чего это делается? Для того чтобы оно хорошо Во-первых промариновалось Для чего это делается? Для того чтобы оно Хорошо промариновалось Ну вот Ну и плюс Хорошо потом прожарилось Так вот Так вот Рулечка наша И мясо тоже здесь есть Тут все есть Делаем такие надрезы Супер Все Вот такая вот она должна быть Вот такая вот Теперь будем сейчас ждем И маринуем Так соус готов Наша заправка Нужно рульку вот эту Как-то так вот Положить Хорошо Может придется еще Брать другой тазик Потому что Она реально большая Но Посмотрим В первую очередь Нам нужно ее Так вот хорошо Этим соусом Сполоснуть Потом щеткой Кисточкой Делать ей массаж Так Соус достаточно густой Получился Это означает Что соус у нас вышел И то что Рулька у нас будет Вкусной Так Переворачиваем в рульку Вот так Вот так Вмачиваем все В соусе Наверное я возьму так вот Чтобы нам было удобнее Сверху это все Вот так вот Всыпаем Рулька будет в медовом соусе Это самая лучшая рулька Я считаю Так Прям ложку Поливаем В общем нам нужно ее всю полностью вымочить В этом соусе Я думаю что это не трудно будет догадаться Вот так Вот так Чтобы все щели Все то что как вот У нас открытое сало и мясо Чтобы оно вот было В этом соусе Вот так Красота Все Теперь эту рульку Мы оставляем В этом маринадике Закрываем это все пленкой Плотно Плотно И отправляем в холодильник На Почти сутки А завтра будем жарить Но Единственное кстати Еще один момент То что Если есть возможность Нам эту рульку Нужно Хотя бы где-то Через часика Два-три Еще раз ее Скажем так Обмочить В этом соусе А пока мясо Маринуется у нас еще Зальем пока что Нашу кишку водой Потому что она в соли Вот И Нам нужно чтобы она Чуть-чуть Остаялась Откисла И потом ее промоем Так оболочка у нас Откисла Теперь нужно нам Аккуратно Аккуратно Эту оболочку Насадить на Вот эту штуку Для того чтобы это Сделать хорошо Мы это будем делать С водой Чтобы она не Порвалась В первую очередь Вот так Так Мясо я замариновал Оно Простояло Где-то часика Два Наверное Скорее всего Может чуть больше Может чуть меньше Не важно И теперь Нам нужно Крутить колбасу Ну что Поехали Берем фарш Есть у нас Толкушечка Запускаем аппарат И по чуть-чуть По чуть-чуть Далее Далее Нужно делать Однонамедленной Скорости Чтобы мы успевали Скажем так За процессом Здесь Опа Пошло Стоять Не двигаться Вот Оно поступило В трубку Фарш Поступил В трубку Теперь нам Нужно Это все Дело Связать Ниточкой Либо Сделать Узелок Из Самой Кишки Это Сделаю С помощью Нитки Нитку Кстати Можно Использовать Специальную Я использую Неспециальную Я обычно Капронку Использую По одной Простой Прочине Что Я эту Нитку Потом Просто Буду Обрезать Во время Жарки Естественно Делаем Такую Красоту Так Обрезали Все Натянули И поехали По Чуть Чуть По Чуть Сюда Закисываем Фарш И На выходе У нас Появляются Клубуса Главное Чтобы не было Здесь Воздух Это Самое Главное Плотно Ктюшку Набивать Нельзя Нужно Чувствовать Чтобы Она Не разорвалась Белれない Нельзя А А Нельзя Нельзя Следующая порция. Мелено, мелено, мы движемся к тому, что у нас появляется вот такая вот домашняя колбаса. Класс, следующее, это вот где-то колбаски 2-3 уйдет, по полметра. Может быть меньше. Набился только 2-3. Класс. Следующая. Класс. 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 КОНЕЦ 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 Стоять Все Нитка, нитка, нитка Нитка здесь Связываем ниткой Все Такая вот колбаска Тут дырочка чуть появилась Вон такие До завтра ждет Ну что, всем снова привет! День второй Мы будем готовить сейчас колбасу и рульку в тандыре Тандыр я уже разжег, он уже горит где-то часа полтора Нам нужно добиться хорошей температуры для того, чтобы рулька наша испеклась Ну а как мы будем паковать рульку? Поехали, посмотрим Тергамент Тергамент Тергамента нужно немного Так Кстати Что? Воздух не расходует Давай тебе вот этим Кого? Внесли Да не надо, зачем? Да Воды на ногу Первым делаем пергамент Снимаем нашу рульку Тут статистика в кадрах конечно но и сейчас это все и сюда досок холодильнике она стояла 24 часа ну да да я знаю но там долго либо и и крошу делать пиве к выдавая в пиве дело в духовке который будет делать в темном пиве маринован ну так тоже и лимонный сок и чуть-чуть меда и да 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 вот и пивом заливаешь это что ну понятно но тут вот тут учитаем вот чесноцова не добавлял теперь нужно ее взять берем рульку красивенько оформляем все это мы не выливаем но я вам покажу что мы с этим потом будем делать и ее вот так вот запаковываю отлично пока оставляем берем сольгу раз кладем рулечку сюда еще раз надо слоя 3 ее запаковать трое слой делаем кредит свой раз раз два 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 все отлично все готово здесь мы отправляем сюда на сетку готова так тандыр готов почти еще где-то минут пять-семь подождем там уже угли есть сейчас будем забрасывать эту рульку так тандыр готов у нас там еще есть чуть-чуть огня но он вам не будет мешать почему потому что наша рулька на вас фольги мы ставим туда где-то на час но там уже как говорится будет смотреть открываем и забываем где-то на часик да кстати если это дело в духовке то в духовке лучше забыть на часа три меры где-то так почему потому что здесь температура ну достаточно высокая вот и сейчас вот она вот так вот будет жарится ну час может быть час 15 где-то так так уже прошло 50 минут где-то да я даже чувствую дым он такой влажники это означает что рулька еще почти не готова но она там печется не буду я пока вытаскивать я дам еще где-то минут 15-20 чтобы она там попеклась а потом приступим к колбасе я все-таки довел до полутора часов и сейчас мы достаем нашу рулечку стандыра красота и переложите в посудину потом еще раз ее засунем в тандыр для душу ну сейчас покажу короче разворачиваю а потом пожаривать но попеклась вот она ой сбрасываю воду на миску какой жирке все это поставщик посмотрите красотень а хотели что нужно сделать но сейчас нужно это все дело чуть-чуть смазать вот этой штукой остатками вот этими и опустил туда на минут 10-15 нам нужно освободить открыть чтобы мясо дышало главное что у меня подышала просто хорошо дышало теперь берем этот вот оставшийся растворчик и так вот его польем о супер ребята то просто запах просто не мы верно реально просто не верно запах после в руки руки мы споласкиваем там еще угли остались немножко угли осталось поэтому пока не паримся и там сок там сок жир короче там ну это просто не верно отправляем еще туда на минут 10 15 может это так и смотрим что получится давай повтори еще на камеру чесночный правда уже вот этот чесночный явно выраженный вкус и запаха посидеть только еще разошлось разошлось прибежал час минут минут 2 5 5 минут и короче она готова будет ухты себя себе так достает торжественно давайте давайте смотрим что получится и что получилось ну то что получилось открываем и оба оба а там жирок кстати там жирок мы его мы его выливать не будем как-то как-то надо круче вы притащить сюда перетащить сюда на вот это вот баба ручка смотрите понюхайте понюхайте это понюхайте мы хотим попробовать это так короче кому я попробую попробую все она прожарилась конечно да конечно марина только 12 часов не почти 24 часа марина так надо мясо круче знаю надо судить этот холестеринчик пожалуйста пожалуйста кому самый или у него какая красота холестерин с пополам пробуйте господа так кто еще кому 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 она прямо судреди она короче она вообще видите она она с кости с кости смотрите смотрите у нас кости просто просто отходи просто отходит а вот это в сок это рука это задняя часть колено колено удалять от ведра такую миску конечно помнишь видео он даже даже красновато допустим кости да у него кому кого кому кому компания глазам кому мешка вот именно смотрите вот это вообще самое-самое кто желает ира иди сюда сюда фотографируйте отчет да пробуем спасибо так он нам пора делать салаты уже давно породила салаты короче рульку забирает я вот даю холестеринчик да пожалуйста я бы чуть-чуть больше сольки чистый холестерин много соли я кинул очень много а мне попался такой она еще не знаю это суево суево смотрите еще там где сольку посыпала может быть вам попался не только не слишком жирная стас не слишком жирная но там где сверху соли спасибо это миску так забирайте забирайте да но ну надо мариновать больше добавим дровишек она прогорела еще чтобы тандыр был готов колбасе к ее принятию а я сейчас сюда закинул дрова еще для того чтобы приготовить колбасу тут не знаю сейчас рульку приготовили тандыр чуть-чуть остыл хотя он горячий как бы да но не не достаточно температуры для того чтобы скажу на приготовить колбасу поэтому я еще нагреваю тандыр для того чтобы приготовить колбасу я несу пока тут и пока тут александр понимаешь что мы сейчас время сейчас готовим колбасу 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 колбаса мы сейчас будем готовить на тандыре так сейчас мы берем нашу решеточку метр колбасы здесь полметра убьем еще метр так я вам говорил поэтому готовят два захода два захода сразу же готовим кстати посудину посудину для того чтобы ее перекладывать так ставим короче колбаску 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 нашу ставим сюда в тандырчик ну что обычно у меня закрываем 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 да нас покойтесь да мы же барза базар базар я понимаю закрываем это все и там оно жарится минут 15-20 колбаса будет жарена вырезка блох блох это его с тебя 5 баксов с каждого вон смотри полина раз пять полина здесь соучредители идем это после по колбасы короче пойдет поняли да все ясно да она будет его еще протопить свиная вырезка да тетя так встаем встаем колбасу вот она оооооо у нее у нее у нее у него там была крышка снял внутри они колбаса ребята подождите сейчас мы сейчас позади фильмы давно на вы сначала достанем эту колбасу надо вот взять ее руками не рукав ты руками возьмешь ну да придаешь ей видите как раз так получилось а теперь смотрите старый грузин умирает и зовет своего сына говорит сынок смотри я хочу я умираю и хочу тебе оставить свой бизнес вот видишь вот эта машина забрать открываешь вот эту дверцу забрасываешь сюда барана закрываешь дверцу и с другой стороны открываешь дверцу и достаешь три палка колбаса понял понял сын такой подумал почесал голову говорит папа а есть такая машина которую забрасываешь три палки колбасы а барана с другой дверцы вынимаешь папа тоже почесал головы говорит есть твоя мать так колбасочка колбасочка у нас сейчас идет с жирком которые мы да вот тут растопили да 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 ножницы вот тут уже короче флаг резать играйте такое жир жир мы слажем колбасу жира так вот что выглядело красиво но после просмотра этого видео вы напишите пожалуйста комментарии к этому видео как вам понравилось не понравилось как вы готовите рульки как вы готовите колбасу домашнюю вот и напишите в комментарии также подпишитесь на мой телеграм-канал также подпишитесь на фейсбук вот ну естественно сам канал который вы смотрите это чтобы не пропустить новых видео поставьте там колокольчик и до новых встреч всего доброго всего хорошего пока а